Гидар Бабаев, я поздороваться с вами хочу вначале. Мы куда приехали сейчас? Добрый день! Добрый день! Вообще, не то что поздороваться, Гидар Бабаев, в первую очередь большое спасибо. Меня просили очень после тех съёмок, то, что вы нам показали, то, что вас увидели, увидели то, что вы делаете очень много, не только в России и за границей, было очень звонков по WhatsApp. И все, в первую очередь, вам просят от моего лица низкий поклон Гидар Бабаев за ваш труд, за то, что вы столько делаете в голубеводстве, я думаю, что не просто Азербайджана, а для голубеводства мира вы сейчас многое делаете, задатки на будущее. Ну, спасибо всем, я хочу, я почитал много очень отзывов, абсолютно все полезные, хочу сказать. Спасибо за хорошее. Искренне. Спасибо за некоторые, там, бывают, пишут люди, я думаю, что они заблуждаются, и то, что они заблуждаются, они поймут сами. Моя задача не кого-то удивить, не хочу. Это моё хобби, это моя жизнь. Я утром просыпаюсь, думаю о них, вечером ложусь, думаю о них. Поэтому я всем благодарен за отзывы, за любые отзывы. Я постарался показать птицу не потому, что там достижение свое за столько лет. Я больше всего хотел вот внести некоторую ясность в ситуацию, которая сложилась в последнее время вокруг Бакинск-Голубей, в частности вокруг широкохвостых голубей. Это разновидность Бакинск-Голубей, здесь ничего нет. Но они были очень редкие, их было мало, это должны знать. И то, что широкохвостые летают, это для меня вообще не вопрос. Как два жду два. Двадцати лет. Потому что я говорю, только что вам рассказывал, из первых четырех голубей три у меня были широкохвостые. Я просто случайно оказался в том месте, где были три вокруг дачи, где мы жили с своей семьей, оказалось три голубятни, которые предпочитали бакинский широкохвостые. Это какие года были? В какой год? В детстве. В детстве, в детстве, в детстве. В детстве, в детстве, в детстве, в детстве, в детстве. И мы ходили под разным предлогами, пытались точно так же, как в них трещать делают у меня, там, яйца выпросить, там, не знаю, что бы мы делали. Но я всегда, я говорю, я их видел, поэтому я не удивлюсь те люди, которые пишут, что они там ловили тоже много голубей широкохвостых подали. Они в основном были в подвал. Как же я держат, они тоже так же вот стоят, на реке, в частности, вот этот Агали известный был, тот же самый Аждар, который у Галинска был здесь. Те все люди, Киамир, они держали, да, основную свою птицу держали обрез. Но, еще раз повторяю, если вы ходите в Бакинский, широкохвостый вам нравится, вкус есть, вам нравится, берите их только с леда, потому что в последнее время появилось очень много дельцов, я голубятников не называю, дельцов, они поняли направление рынка, тренд, тренд был сто на широкохвостых, поэтому они воспользовались этим и, честно говоря, поступили нечестно. Я их голубятниками не называю. Я вот говорил, сегодня мы с вами пойдем в голубятнику, одному, который держит мою, как говорит никто, линию. Эта линия давно, да, селекция, еще раз селекция. Вот сегодня, посмотрите, здесь третье место мое. Мы здесь тоже разом голубей сюда даем молодежь, которую мы не успеваем там прогнать. Здесь мы тоже, потому что здесь море, и условия такие. Ну, пускай выпускают, наверное, на подъем. Часть выпустят, да. Я извиняюсь заранее за то, что я несколько раз упоминал о своей голубятни, как основной голубятни. Я пока не могу любителям показать. Ничего, будет, зато интерес будет всегда. Да, будет интерес. Всему свое время. Да, это голубятник у меня существует. Всему свое время. Я, к сожалению, не хочу создавать еще одну. Всему свое время. Еще одну, да, повод, еще один повод для некоторых симуляций. Голуби, хочу сказать, те же самые, отборные, проверенные. И молодежи к ним мы гоняем вот в том дворе, где вы у нас были. А здесь не посмотрите. Сейчас, я говорю, сегодня у нас 4 сентября. Никогда я еще в жизни после 15 августа голубей не гонял, в принципе. Потому что линка идет страшная. Но все равно вы их увидите наверху. Найдут и среди голубей, которые будут играть и поднимутся. Дай бог, дай бог. Всем большой привет еще раз. Всем большое спасибо за внимание. Вам спасибо огромное. За хорошие отзывы. Вам большое. Держите голубей, радуйте себя и своих родных. Так, ну а сейчас тут нам будут упускать голубей. Заки, давай. Вот, хочу, друзья. Ой, увидите, не увидите. Вон там море. А я вот так вот увеличу. Вот его видно. Вон там такая беседочка. Так и так море, ветерочек хороший дует морской. Место открытое. Гидар Бабаев, говорит, специально взял это место. Думал, что здесь не будет никаких голубятников. Будет тихо, спокойно гонять. Но как только завел здесь голубей, со всех сторон тут обложили. Вот. Пока мы ехали, конечно, очень много Гидар Бабаев интересных вещей рассказывал, конечно. Но мне просто неудобно было записывать это на диктофон. Ну, это было очень интересно. Было бы всем послушать. О своем детстве. О том, как любил голубей. Какие были голуби. Какие были люди. Как они занимались. Как создавали. Как гоняли. Это интересные были истории, биографии Гидара Бабаева. Я думаю, наверное, получится большой ролик опять. Как некоторые говорят, фильм. Ну, дай бог, это того стоит, я думаю. Сейчас нам будут показывать гон голубей. Я, может, так вот немного увеличу, чтобы... Вы могли примерно видеть, какие примерно по мастям голуби. Вот. Что голуби широкохвостые или многоперы. Ну, я не специалист по этим голубям, поэтому какие будут вопросы, я думаю, что Гидар Бабаев будет нам сам все рассказывать. Ну, они, наверное, поднимутся сейчас. Ну, вот он, друзья. Вот он, процесс. Процесс Кайфа. Вот он, как свистят. Разведчик двоих уже разогнал. Это сосед, что ли? Да, я думал, ваш, что ли, туда полетел. Вот, уже там уже сосед начинает рихать. Ну, я думаю, что слышен бой. А вон уже там, некоторые пошли выше прям. Не, они пойдут. Пойдут, пойдут. Герман, ну, они блинки, они глубокие блинки. У кого порядка? Сколько примерно голубей сейчас в лету? Ой, ну, 150. 150-200. Да, около 200. Я примерно знаю кучу 100 голубей, 150. Ну, вот, там в комментариях один пишет, что он не видел игру столб. Да, вот, как они сыпятся, смотри. Ну, все сыпятся головы. Столб, когда 200 гоняешь, они не будут. И будет в столб играть. Да. Мы, когда ехали в машине, мы, как раз разговаривали о стиле полета и по бою. Понимаете, кто понимает в голубях, они прекрасно это понимают. Когда гоняешь 2-3 штуки... А у нас друг есть, Сергей, в Штатах живет. Он был сторонник пакистанской птицы. Когда увидел ваш ролик, он просто влюбился. Он просто влюбился. Очень многие люди влюбились в эту птицу. И очень многие теперь еще хотят, просят, говорят, поговорить с Гейдаром Бабаемым, как можно приобретать эту птицу. Ну, не знаю. Мы с вами поедем к одному голубатику, единственному, с которым я... У него летает. У него мои голуби... Он частично их смешался. Сизые голуби. Вот видите, здесь 2 сизых здесь. Ну... Три. Они... Это 2 сизых. Три. Один внизу. Ага, три. Глазя. Так, кайф. Я вижу, вверху голуби бьют. Конечно, телефон... Бьют, они играют в сантехнике. Вот так я увеличу. Вот наши крылья. Вот долг никогда в жизни она не сможет. Не дальше. Ну... Сами это делать. А сейчас оторвутся те, у которых крылья нормально, они должны оторваться, пойти на них. Юго-восточный ветер. Юго-восточный? Ну, не могу так сказать. Так что, наверху и юго-восточный, как будто. Снизу юго-западный. Не южный, чисто. Вот без крыльев претел. Идар-бабай. Вот, ну, пока снимаем. Вот в прошлый раз, когда мы делали ролик и поднимали голубей, я хотел бы, чтобы вы рассказали, кто когда сел. А, ну, в прошлый раз результаты я вам могу сказать. Да, скажите нам, пожалуйста. Было, наверное, 12 часов, да? Ну, примерно, да. 12 часов мы разогнали. Значит, у нас потери составили приблизительно 14 голубей. Последние два голубя сели 8 часов 10 минут. Сам я зафиксировал, под свет прожектора сели. Утром пришли только два. 14 голубей нету. То есть, они были выше. Они будут, да, они уже, если уже 3 дня прошло, значит, последний голубь, который по 8 часов чем-то отлетел, который на свет прожектора сел. Так что где-то 14 голубей нет потерь, но еще страшно. Ну, мы видели, какая была погода, как голуби вверху просто исчезали в этих тучах. Они, нет, тучи, они не помеха были. Ну, как не помеха эти тучи были? Они просто остались не вверху, они летали. Вот смотрите, вот, вот мюнхер. Это голубь, может быть, 10 часов летает. Вот этот вот? Нет, нет, крылья, покинули. Ну, вижу, еле-еле он летает, быстро-быстро, как будто вырезанный. Вот эти две кучи должны оторваться, пойти. Вот еще раз, стиль... Влияет ли ветер на стиль полета голубя? Нет, скорее на стиль полета голубя не влияет. А влияет на часы... Есть ветры разные, значит, ветер влияет на стиль полета. Есть ветер, который у нас называется, он городской. Он со стороны города Баку дует. Ты можешь поднять 10-часового голубя, западный ветер. Голубь будет летать, он неподъемный. Есть ветер подъемный, который дает голубю возможность быстрее подняться наверх и не уставать. Потому что я еще раз говорю, не забывайте, мы гоняем голубей в 30-ти градусную жару. И при Баку влажности, ну, очень высокая влажность. Голубь чем быстрее поднимется в свое место, тем дольше будет держаться. Если он внизу задержался, у него же дыхания не хватит летать 7-8 часов. Я никогда не забуду, я вам расскажу одну историю, я все время его рассказываю. Сосед был у нас, один известный еще голубатель. А мы молодые соседы, ну, мальчики, мы свалились, что наш голубь летает там 7-8 часов. Он говорит, вот, я, говорит, придет день, я приду и тебе скажу, разгоняй голубь, не будет летать. При этом будет небо голубое, все будет нормально, он не будет летать. Он как будто они знали даже по погоде. Если эти люди по яйца по форме яйца определяли, совец будет или сам. Он один день пришел, действительно, голубое небо. Мы еще так про себя просмелали. Подняли голуби, голуби не стали летать. Поэтому стиль голубя, там один товарищ дал комментарий, он говорит, что эти голуби в Баку летают за счет Каспийского ветра. Если, говорит, привезти к нам в Краснодар, Краснодарский край, по-моему, они, говорит, выше девятиэтажки не поднимутся. Я, да, читал этот комментарий. Да, я, ты что? Ну, безветренную погоду абсолютно. Им тогда нужно сказать, что пускай привозят, которые летают. Безветренную погоду абсолютно. Все знают, что в Краснодаре голуби максимум два часа максимальные голуби летают. Тут не секрет, не для кого. Сами краснодарцы это подтвердят. Там больше на масть ориентировано на игру. Ну, опять-таки, я говорю, понимаете, дело хозяйское. Враются ему мало. Просто людям многим интересно вот эти вот ответы на такие вот вопросы. Насколько влияет ветер на игру, на стиль полета голубя, там, меняется ли стиль полета? Не-не, абсолютно. Ветер нет, но, допустим, ветер, есть голуби, которые летают только в ветер. Обычный день ты его не поднимешь с площадки. Ну, не поднимется с площадки. Ему надо еще один трамплин. А вот на ветер ты его поднимаешь, он стоит прямо, чувствует, что вот он, он прямо хочет летать. Я никогда не забуду тоже вот это впечатление детства, воспоминания. Я купил у Бориса одного. Вот звук Фириус. Ягарамся, наберу мяшим, где я не дойдемся. Сейчас, друзья, скоро пойдем в другое место. Это тут. Значит, я купил у Бориса, который я упоминал. Борис. Его имя не Борис, его тюремная кличка был Борис. Я купил самца у него, взрослого самца, притащил, дал крылья. Он поднимался на крышу, из крыши обратно. Гоняли к крышу и обратно. И играл при этом. Да. Один день он достал меня, я его взял, чуть-чуть отошел в сторону, ну, метров триста от места, где я держал. Сильный ветер был, ураганный почти. Его подбросил. Голубь встал и пошел в точке, и в точке стоял, летал в этот ураганный ветер. Вот ему нужен был этот ветер. Вот. То есть ветер не влияет. В этом голубе есть разный. Есть, в который ветер ходит. Есть, в который обычно мог бы летать. Я вижу, вижу. Телефон точно не возьмет. Не возьмет. Уже не берет верхний, да? Да нет, конечно. То, что голубь вверху он не возьмет. Слышно. Надо камеру. Есть какие-то камеры специальные для птиц. Ну, не знаю. Я тоже теперь еще понял, что нужна камера. Но бакинцы, говорят, обещали. Не столбовая это играет. Как столбовая игра, он наверху играет. Он сизый там один, сизый или красный. Сейчас просто на голубом небе, белый голубь, они просто уже, вот те, кто ушли вверх, они будут скоро мелькать. Вот, меняет. Он даже садится с прудом. Голубь тоже себя бережет. Я не знаю, славлю обратно. Я говорю, наверху ветер другое. Наверху ветер почти западный. Запад, да. Ветер западный. Теперь идет на север, наверное. Надо видеть уже, да, он идет туда, на север. Да, ну, вот видите, снизу у нас мы сидим, южный ветер. А голубь стоят на западный. А я что въезд, а он направляет туда, что снимаю, то снимаю. Смысл виден, понятен, как говорится. Голуби летают. И играют. И играют. И все еще, после, действительно, одного голуба. Ну, раз же термин широкоспособства определился. Закинь, кажется, нас закопкинутся. Закинь нам делать самолаз. И весь дым к нам идет, да? Копченый был. Чай, говорит, копченый. Ну, друзья, я-то вижу, голуби в основном, дядя Саша не даст обмануть, да? Вот они вверху раскрываются по игре. Конечно, отдельно. Им вверху легче играть, когда они раскрывают. Я вот смотрю, вот наверху темные-темные, прям, очень неплохо играют. И будут здесь, когда они горжили. Вот так, шары, как-то там, как укусные. Как он будет играть? Вот, видишь, они там, там, там. Да, сейчас вот наверху. Сейчас, не знаю, они как разделяться, наверное, из кучек и заходят, наверное. Все, не видишь, как. Пойдемте, пока покажу мраморные здесь тоже есть у нас. Иди там снимать. С удовольствием, а то шея устала. Вы спасли мою шею. Голуби старые, так ли, так ли, так? Вот здесь проведены голуби, здесь есть мраморные, здесь есть чили. Шарбл-Арбайра. О, голубь. Мраморные. У нас завелась здесь крыса, они многих голубей. Да, очень много их уговорится. Вот смотрите, красный. Он говорит, что уже когда слышишь на нем, он говорит, я буду летать. Он уже летал. По внешнему виду можно понять голубя? Да, но все равно надо проверять. В небе. В небе. Опять-таки характер. Я вот как в прошлый раз сказал. Есть голубь, который летает уже третий день. Полеты уже показывают. Есть голубь, который на второй год показывают. Есть голубь, который первый год летает один. Сейчас. Дорога 7-8 часов. То есть, настолько кровь глубокая, как мы говорим, без перевести напрямую с азербайджанского языка. У них очень много разновидностей здесь. Они все разные. Каждому надо покаять. Первый год не летает, ты его выбрасываешь. Нет. Да, второй год уже, когда он споровался, уже молодой. Но если не летает, то уже все. Это ясно. Но у вас тут терпения хватает вот так вот выжидать? Поэтому вот такие места. Туда переносите, ждет. Мы, то есть, голубь, который второй год, мы здесь сколько раз сняли? 60 штук в прошлый раз сняли. Второй год летает, он три часа. Ну, не показывает тоже. Потолок его. Но у него смысла нет. Мы вытащили, вот, Закин подавил там своему другу. 60 штук в прошлый раз. Здесь проверены голуби. Здесь есть голубь, который, если я скажу, опять скажет, что он уподобляется другим. Где который 12 часов летал самец? Можно я посмотреть? Вот он. Вот чем самец. 12 часов в прошлом году. Это голубь. Да. 12 часов в прошлом году отлетал, и здесь были люди. Они сидели в Ассаде. 12 часов. Разные бывают. Здесь есть специально вот эти мраморные, сизые, чили. Они, у них, в принципе, иногда бывают кроссы такие. Удачные получаются кроссы. Ага. Сейчас мы хотим в сизых вообще отдельно сделать. Потому что были такие сизые в боку. Их сейчас уже не стало. Мы хотим же, у нас выходят они, они не от сизых. Они от сизых челей выходят, такие сизые. У них крови есть. Вот этот голубь бесподобно летал. Сейчас три летают наверху. Сизый голубь. Вот чхабдом варим, да? О, голуби. Это уже проверенные голуби все. Ну, молодые вышли здесь от них. Мы их обратно туда бросаем и начинаем гонять. Ответственность здесь за Акиль, за голубей. Вот этот, да? Молодой, красивый человек. Вот эти красные чили тоже очень хорошие летают. Ну, это из наших, те, которые видели. А, вот эти вот. Да. Ну, здесь я честно скажу, то есть той фигуры, которую вы там видели, но вот я вчера, позже вчера, или вчера, вчера забрал отсюда голубку, которую уже шесть часов показала, бурохвостая. Я же забрал. Вот если мы здесь вставляем, выйдет голубь уникальный, мы забираем. В середине их. Это не самое лучшее. Вот, смотрите, вот самку вот снимите. Вот, видите? Вот она уже подойдет туда. Но пока ее здесь оставим. По внешнему виду? Ну, да. У меня три этапа. Я помню ваши. Нет, это кроме этого. То есть вот три места у меня, да? А, проверяем. Я не хочу обидеть закиря, но мы сюда вот оттуда отдаем то, что вот там не успеваем гонять, или там мы считаем, что там нет. Сюда отдаем, закир гоняет. Проверяем. Вот уже здесь проверенные. Вот и голубя это проверенные. Вот и голубя это проверенные. Вот здесь, если хотите, может отняй. Хочу, очень хочу. Вот это уже, которые в этом году показали голубь. Вот шеи, видите? Эти голуби, которые уже в этом году черную мастер. Я отдельно держу сюда. Черный сузелый мастер. Эти голуби показали выше 60 часов. Выше 60 часов. Вот этот песком, видите? Первый год он стал летать уже 6 часов. Он не песком, он молодой голубь. Он летает 6 часов. 6 часов, да. Но есть голубь, который на второй год летает. А есть голубь, который сразу летает. Это все-таки кровь хорошая, да, у родителей? Или все-таки он может своих родителей переплюнуть намного, да? Это вот уже результат селекции этого года. Сюда бросили. Эти будем в следующем году гонять. Посмотрим, нет, уберем. Если вы с них уже возьмете молодых, это уже гарантировано то, что они летают. Вот по бокам есть 2 голубятни, которые вот отсюда летали, бросали туда. Здесь вот красный мастик, который тоже в этом году показали результат. Ну вот это, в принципе, по масте, скажем, считается... Вот бакенский гёдзхаллык этот летает. Вот. Вот он летает. Вот барохлостая самка. Вот шейка. Вот шейка. У нас все удивляются. Как вы все голубей знаете? Вот это вот... Стараюсь. Все были в шоке, когда вот после того, что увидели. И когда они увидели, как вы в каждой голубятни знаете этих голубей, просто все были приятны шоке. Это списку неправерено. Потом скажут, что Гейдар Багай сказал, что... Это остался здесь вышел, но и воскликнул. Это мазанный белый, видите там? Да, мазанный белый. Через 5 дней прошло оно. Не было 5 дней. Я в воскресенье гонял. Она в пятницу вернулась. Белый голубочка, да? Белый, да. Это по поводу мозгов. Да. То есть, опять-таки я говорю, нельзя каждый голубь, который уходит, обвинить в том, что у него мозгов нет. Потому что на ночь осталась. Сейчас раньше, да, ждали голубя. Потому что голубятников было немного. Все гоняли. Кошек было меньше. Проводов. Самое главное враг провода и море. У наших голубей. Потому что сейчас проводов стало очень много. Ночью у голубей же это не летучая мышь. У него нет этого. Поэтому они ударяются ночью. Часто. На крышу садиться часто бывает. Кошки или люди и моря. Я думаю, почему вы про провода говорите враг? Оказывается, ударяются. Да, ударяются. Ударился и свалился. Потом на лунную дорожку в море садятся. Потом у нас эти мазутные озерца небольшие. Они блестят. Садятся туда. Так что, ну, по корпусу, я, конечно, там отборные, но эти голуби кровь бесподобная. То есть она, нельзя, я не могу их игнорировать, потому что вот из них выйдет один, я уже не буду. Хотел вам вопрос задать. Вчера мы там тоже снимали, у интересного человека голубей. И вот разговорились. Вот, на счет того, что как голуби, что он говорит, бывает ночью, говорит, в Баку даже. Вот сидишь там на небо, смотришь лунной дорожкой и видишь стаями, там по два-три штуки голуби летают. Раньше, говорит, такое бывало там. На самом деле могут они так, некоторые экземпляры? Ну, понимаете, я сейчас расскажу историю. Которые, которые Саша подтвердит, но Саша не самый хороший свидетель, который, потому что у меня работает. У нас была голубка одна, самка, чилька. Ну, в те годы корпус не такой, конечно, все. Мы ее до захода в солнце видели. Видели на самом верху, уже восемь-девять часов она отлетала. Утром встали, светало уже шесть часов, мы ее опять нашли наверху. Летала она. Или она где-то села, снова поднялась. Ну, я скажу вам, раньше голуби были чище. Кровь была чище. Сейчас перемешали очень много. Ну, поэтому вполне возможно, что кто-то... Но я не думаю, голубь ночью теряется. Во-первых, все должны знать, как только голубь очень есть наверху, если темнота наступает, она уходит всегда к закату. Уходит на свет. То есть, если кто-то думает, что она над двором и берет круг, и над двором крутится, это заблуждение. Или там где-то летает, и утром уже открывается, до утра летает. Да никогда в жизни. Ну, не верю я бы. Вверх, смотрите, берет телефон. Ну, не знаю, я попробую увеличить. О, штук 50. Какой 50? Больше. 70-80. Это про то, что вверху. Я вижу, вверху играет голубь. Я реально вижу. А они там вот раскрылись сейчас. Вот еще отдельно летают совсем высоко. А, да, в стороне. Вот, ребёнок, за ней, застали. Нет, бабаха. Ну, не, бесполезно увеличивать. Эх. Ну, друзья, я думаю, что вам интересно то, что я показываю, то, что я вам рассказываю. Вернее, то, что я показываю, рассказывает Гидар Бабаев. Интереснейший человек. Интереснейшие голуби. Огромная любовь. Сейчас мы поедем к Фирузу, друг, который занимается голубами, тоже. Ну, что вам сказать, друзья. На этом мы закончим, наверное, первая часть. Такое вот интересную. И потом будем снимать вторую часть, дай бог, третью часть. Вот. Всё благодаря Гидару Бабаеву. Большое ему спасибо. 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 Спасибо.